Снег почти сошел и появились весенние заботы. На заседании штаба по комплексному развитию региона обсудили насущные вопросы. В этом году запланирован ремонт 120 километров путей сообщения. В апреле сотрудники департамента автомобильных дорог проверяют состояние покрытия в городе и области. Совместно с муниципалитетами ежедневно производятся объезды автомобильных дорог в регион, на основании которых мы уже получаем определенную статистику, с которой двигаемся дальше. Губернатор поручил дорожникам интенсивнее работать на Свияжском мосту. С ремонтом затягивать нельзя. Нынешняя нерасторопность главу региона не устраивает. Русских раскритиковал работу Дмитрия Вавилина. Я вижу в ней удовлетворительное информирование горожан и отсутствие работы на стой площадке в утне и вечерние часы. Дмитрий Александрович, ситуация никуда не годится. Внешний вид города тоже надо приводить в порядок. В парках, аллеях и на кладбищах Ульяновска необходимо убрать залежи мусора. Обсудили и тему хлеба насущного, а точнее подорожавших продуктов. Картофель, морковь и капуста за неделю подорожали на 20%. По сравнению с прошлым годом цена на так называемый борщевой набор выросла в четыре раза. Но Михаил Тимёнкин решил успокоить население и отправил ульяновцев на ярмарки. Ведь по сравнению с магазинами цена не такая кусачая. 23 апреля ярмарка пройдет в железнодорожном районе на проспекте Гая. Какие цены сложились у нас на ярмарке, например на картофель. У нас цены на мелкие картофель были 20 рублей, на отборные 40. В то время как в магазинах реализуются картофель 45-49 рублей за килограмм. Капуста белокончанная на ярмарке реализовывали по цене 50 рублей за килограмм. С Вишкаемского района привезли капусту. В магазинах цена сложилась на сегодняшний день порядка 95 рублей. Чтобы было на что покупать продукты и другие подорожавшие товары, нужны зарплаты побольше. В Ульяновской области планируется индексация оплаты труда работникам бюджетных организаций. К указным категориям относятся преподаватели, педагогические работники образовательных учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования детей, работники учреждений культуры, врачи, средний и младший медицинский персонал, социальные работники, ну и также педагогические работники учреждений для детей-сирот. Напомню о том, что численность указных категорий в регионе составляет 26 700 человек. Коронавирус постепенно отступает, но расслабляться пока что рано, уверены в Роспотребнадзоре. На вчерашний день 182 вновь зарегистрированных случаев или 14,7 на 100 тысяч населения. Но несмотря на отмеченную тенденцию к снижению заболеваемости, превышение показателей заболеваемости по отношению к 2021 году по-прежнему составляет от 2,5 до 4,5 раз. Просто для сравнения, в прошлом году, в этот день, 11 апреля, у нас было выявлено 84 случая. Ульяновцы нескоро освободятся от масок. Региональный Роспотребнадзор рекомендовал продлить масочный режим до более благоприятных времен.